Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия, в студии Альбина Курочинова-Кенджева. Здравствуйте! В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошел творческий вечер литературы и зодчества, посвященный 75-летию членов Союза писателей России, почетного архитектора Султана Айбазова. В мероприятии приняли участие представители общественности республики, творческой интеллигенции, друзья и учащиеся образовательных учреждений. Подробнее расскажет Олег Хан Лехпшоков. Талантливый человек талантлив во всем. Именно так можно отобразить яркую творческую жизнь члена Союза писателей России, почетного архитектора России Султана Айбазова. Открывая творческий вечер, директор Республиканской библиотеки Салых Хабчаев подробнее рассказал про архитектурную деятельность и о литературных произведениях. Он подчеркнул, что Султаном Юсуфовичем был внесен огромный вклад в развитие градостроительства республики и страны, а также культуру и искусство. Сегодня мы в такой день отмечаем отношения Айбазова, султана Юсуфовича, человека, которого знают в Карачаево-Черческой республике, как известного общественного деятеля, как писателя, как архитектора. У него очень много регалий, о чем сегодня будет много сказано здесь опять. После был продемонстрирован видеоролик «Литература и зодчество», где был отражен весь жизненный путь Султана Айбазова. Важно отметить, что в 2006 году, в 14-м фестивале зодчества в Москве, он как автор проекта «Памятник жертвам депортации карачаевского народа» получил золотой диплом. И по этому же проекту он был номинирован на международную премию принца Агахана в области архитектуры. Собравшись, отмечали его неутомимую энергию и особый писательский талант. В ушедшем году вышла его книга «Черный всадник», посвященная депортации карачаевского народа. Айбазов Султан Юсуфович выпустил, написал очень нужную, хорошую книгу. Наш народ многострадальный, который перенес все тяготы переселения, он обо всем этом четко и ясно описал в этой книге. Наша молодежь, наше будущее поколение, они узнают, откуда мы пошли и далее, через какие тяготы прошел наш народ, они только узнают по этим книгам. В свою очередь, виновник торжества выразил благодарность всем собравшимся за поздравления и высокую оценку его деятельности. Я всегда в литературе, в своих луписях, в книге изданных пытаюсь показать, раскрыть психологию человека, как это у него получается и при каких обстоятельствах человек как реагирует в принципе. Поэтому то, что потом выходит в срочках книги, определенные сюжеты, они получаются так, что они выходят одно из другого. В книге «Черный всадник» по-карачаевски именно драматизм, психологизм занимает очень большое место. Во всех рассказах, которые находятся и в поиске, здесь четко идет понятие, кто такой человек и каким он должен быть. В завершении творческого вечера каждый желающий мог ознакомиться с выставками «Мое призвание. Дарить красоту» и литература из отчества, отражающие творчество Султана Айбазова. Алихан Лепшоков, Ахмат Чучаев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкезовым. Удачного продолжения дня и до встречи.